Всем доброго времени суток! Меня зовут Петр Ившин и мы продолжаем наш курс, небольшой курс лекций по поводу игры на ударных инструментах в разных жанрах музыки, в разных стилях. И сегодняшняя лекция, это пятая лекция, она посвящена такому стилю, как шаффл. Шаффл – это такое направление, такой стиль, который, в общем, как и блюз, прошел через очень многие другие жанры музыки. То есть шаффл можно встретить, например, и в джазовом обрамлении, и в джазовой стилистике, шаффл можно встретить и непосредственно в самом блюзе, и в рок-музыке, и вообще очень много где, и даже музыканты стиля фьюжн и джаз-рок тоже обращались иногда к этим ритмам. Особенность этого ритма заключается в том, что в каком бы жанре он ни звучал, помимо тарелки, как я уже говорил, очень важным становится сыгранная вторая и четвертая доли в малый барабан. То есть это как бы добавляет просто ритм фундамента, и это настолько же важный элемент этой фактуры, как и тарелка в джазе. То есть то, от чего лучше не уходить, и даже если вы делаете какие-то заполнения, все равно возвращаться к игре этих долей. И сейчас для демонстрации джазового шаффла мы сыграем одну из джазовых тем. Ну и, собственно, мы начнем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 и, соответственно, с тарелкой. И в этом жанре не надо играть большой барабан на каждую долю, потому что это все-таки джазовый шахлл, и ритм здесь как бы не в бочке, как я уже говорил, а он именно в тарелке. И также не надо увлекаться каким-то большим количеством разных филов, заполнений, которые нарушают треольную пульсацию, переходы в какие-то другие 16-е дробления или что-то еще. Это все немножко будет мешать игре. И то, что важно в этом, скажем так, ключе, в этом жанре, это очень важно то, что его нужно играть достаточно эмоционально, то есть прикладываясь достаточно мощно к инструменту, достаточно плотно и минимально по количеству нот и каких-то других движений. И опять же не забывая про динамику в игре Тарелки Райт, которая также, как и в джазовом факторе, остается здесь главной. Наряду с малым барабаном, который добавляется, как я уже говорил ранее. Теперь мы сыграем другой вариант шафла, продемонстрируем немножко другую эстетику этого ритмического рисунка. И это будет такое, скажем так, обращение музыкантов из стилистики фьюжн и джаз-рок к этому ритмическому рисунку. И вот мы сейчас сыграем другую пьесу, в которой будет продемонстрирован именно такой фьюжн-шафл. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я уже говорил, когда мы играем джазовую фактуру, у нас главным звеном является тарелка Ride То здесь также главными инструментами становятся малый барабан и большой барабан Большой барабан здесь играет в каждую долю И очень важно, вот так же как в свинге важно, чтобы примерно одинаковые по звуку были пульсации в тарелке Ride Здесь важно, чтобы удары в малый барабан, на вторую и четвертую долю были настолько же точными по звуку и по времени Как игра на тарелке Ride в джазовой фактуре И соответственно, когда мы играем по железу в этой музыке, когда мы играем по хай-хету Или по другим инструментам железа И вообще оно должно звучать в этом жанре тише, чем барабаны То есть если в джазе, например, у нас тарелки должны звучать громче А барабаны должны как бы дополнять, они должны по динамике быть тише То в этом жанре все меняется Хай-хет и железо становятся тише, а барабанность выходит на первый план Это, кстати говоря, также справедливо и про рок-музыку, если говорить Ну и в завершении темы шаффла мы сыграем еще один шаффл Этот ритмический рисунок был придуман выдающимся фанковым барабанщиком Бернардом Пердю И это такой шаффл, это он так и называется шаффл, как бы Бернард Пердю шаффл И это шаффл как бы в двойном времени, то есть это в халф-тайм шаффл в дубле назад И мы просто немножко поиграем какой-то джем вот в этом ключе Я вам продемонстрирую, как играть этот шаффл КОНЕЦ 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 Ну, вы могли заметить, что в принципе здесь остается также триольная пульсация Только малый барабан переходит как бы в акцент на третью долю Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре Остальной принцип остается точно таким же, как и для предыдущего шаффла То есть в плане звука все остается так же Малый барабан и большой барабан на первом плане На втором плане железо, хай-хэт, как какой-то элемент, который украшает основной ритмический рисунок То есть мы подобного рода шаффлы тоже играем в такой фанковой стилистике, в роковой стилистике Вот ближе к этому жанру Вот, собственно, это все, что я хотел сказать по поводу шаффлов и их разновидностей Надеюсь, что вам это может быть чем-то полезно И всего доброго, до новых встреч, будьте здоровы